прекрасно выезжаете на платную дорогу и тут ямы по колено просто всем привет вы смотрите канал взял и поехал мы продолжаем кататься на машине по россии и этот ролик будет такой не запланированный родился сам собой начался с прикола когда нас не пустили российские таможенники в беларусь и с этого пошло все плохо мы поехали из невеля где границы между россией и беларуси и находится в сторону смоленска ну то есть объезжая беларуси уже будем делать крюк но суть не в этом суть в том что сразу после невеля был огромный такой знак внимание вы въезжаете на платную дорогу ну и там были такие колдобины и не было как бы пунктов шлагбаумов не надо платить я подумал что это какая-то ошибка может быть планируется отреставрировать эту трассу сделать ее платной и вот мы поехали дальше дорога супер убогая и опасная вообще для жизни местами то есть даже мысли не закралась что это действительно платный отрезок ему уперлись в итоге через 50 километров шлагбаум не до пришлось выйти пойти в кассу заплатить за это 200 рублей здравствуйте и сколько заплатить 300 это за дорогу по которой я уже проехал а чё жена такая ужасная до 7 одна цифра написано 200 рублей или вы 200 и сказали а 200 мне показалось 300 руки спасибо я сначала подумал это прикол или какая-то ошибка что здесь платная дорога по которой мы ехали потому что она настолько ужасно там такие ямы действительно платная дорога и здесь у шлагбаума надо остановиться и заплатить 200 рублей а до ребята от есть платные дороги в россии по которым мы ездили в подмосковье знаю что из москвы в питер хорошая платная дорога правда еще не полностью не готовы там ты платишь за действительно там но автобан так скажем но здесь я вообще не понимаю на мой вопрос почему такая ужасная дорога и платная кассир ответила что эта дорога третьей категории я не знаю что такое дорога третьей категории но это явно не оправдание того что она платная трэш чек за дорогу трасса называется польша или альша велишь усвяты невель вот такой прекрасный автобан российский 200 рублей на ветер или в яму короткий ролик об этом закончим вы следите за другими нашими выпусками мы расскажем про остальные приколы которые по дороге из молдавии в питер и из обратно в молдавию с нами приключаются подписывайтесь на канал чтобы мы зря не записывали все это видео алё справочная да мило вы не подскажете номер недорогого туристического агентства мы с супругой хотим на выходные в европу слетать во первых внучок недорогих турагент не бывает во вторых все давно уже путешествует самостоятельно вот тебе адрес сайта записывай секундочку сальшитур.ком там найдешься и жилье и перелеты и даже аренду авто вы знаете это то что мне нужно спасибо хорошего вам дня и вам хорошенько тянуться сальшитур.ком пора путешествовать самостоятельно